Внеочередное заседание Ивановской областной дома выдалось богатым на споры. Главным образом, потому что депутатам предстояло принять важнейший для региона закон на ближайшие три года. Речь, конечно же, идет о бюджете. Документ вернули к процедуре первого чтения из-за поступления из федерального бюджета дополнительных средств. Мы вынуждены были вернуться к процедуре первого чтения сегодня, но это даже и хорошо, потому что изменились основные параметры бюджета в сторону увеличения. А параметры бюджета – это как раз предмет первого чтения. Пришли сведения о том, что будут дополнительные средства перечисляться из федерации нам, и поэтому сегодня процедура первого чтения сразу была одобрена депутатами. Итоговые цифры рекордные для нашего региона. Доходная часть – 40 миллиардов 440 миллионов рублей. Расходы региона тоже вырастут и составят 40 миллиардов 413 миллионов рублей. Профицит немного сократится, но все же сохраняется. Основные статьи расходов региона на 2019 и плановый период 2020-2021 годов – социально ориентированные. Это и сфера здравоохранения, и образования, и ЖКХ, и социальные выплаты. Несколько примеров буквально приведу. Так, на здравоохранение дополнительно придут средства в объеме более 700 миллионов рублей, а значит, общий объем финансирования госпрограммы развития здравоохранения будет уже более 6 миллиардов рублей. Конечно, это очень хорошая сумма для того, чтобы было и приобретено лекарственные препараты, и оборудование для наших поликлиник и стационаров. Кроме того, увеличится финансирование ЖКХ, культуры и дорожной сферы. Несмотря на социальную ориентированность бюджета, депутаты не были единогласны в своем решении. Бюджет должен верстаться снизу. То есть, открываем бюджетный кодекс, мы видим, каким образом должен происходить процесс. Согласно который, значит, то есть, от потребностей, а не от наших скудных возможностей. Получается, как в песне. Мы бюджет слепили из того, что было, а потом, что было, то и утвердили. Вы голосуете сегодня против бюджета, который направлен социально на решение самых злободневных вопросов. Приведу маленькие примеры. В прошлом году 2,9 миллиарда рублей было направлено на ремонт и содержание и строительство автомобильных дорог. В этом году 4,1 миллиарда рублей. Ложка дегтя в этом, во всем, это рост, конечно, госдолга и, соответственно, рост обслуживания кредитов. Это, конечно, немножко, так скажем, портит всю картину. 19 депутатов за, 7 против. Не единогласно, но новый беспрецедентный бюджет региона принят. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.